Запорожская область Она называется летняя школа для дорослых. Это летняя школа для воспитателей дошкольных учреждений. Она ежегодная, проводится восьмой раз. И в этом году полностью летняя школа посвящена проблеме внедрения в дошкольные учреждения медиаинформационной грамотности. Это действительно делается впервые не только в Украине, но и не только на территории СНГ, но и одни из первых, наверное, во всем мире. Мы в Запорожской области обратили внимание на основе своего многолетнего опыта, что медиаобразование, внедрение медиаинформационной грамотности нужно начинать буквально с дошкольного возраста, поскольку дети уже буквально в возрасте одного-два года уже знакомы с планшетами, уже знакомы с мобильниками, они уже вполне вступают в эпоху информационного общества, общества знаний. Поэтому и обучение их, и воспитание должно быть принципиально изменено с учетом новых информационных технологий, с учетом всего того, что сделано в 21 веке. Этой мы посвящена летняя школа. В мире приходят целые движения по внедрению медиаинформационной грамотности на уровне ЮНЕСКО, на уровне различных стран. Каждая страна выбирает свой путь, потому что путь этот широкий, и в каждой стране стараются учесть основные какие-то свои особенности. Но в центре всего лежит все-таки воспитание человека, даже не воспитание, а формирование человека, обладающего чувством собственного достоинства, принципом, чувством ответственности и ощущением радости творчества. Вот эти три составляющие, на наш взгляд, они являются основными для формирования личности. И еще раз говорю, отличительной особенностью концепции медиаинформационной грамоты в Запорожском регионе является то, что мы начинаем этот процесс буквально с дошкольного возраста. Но вот если говорить о медиаобразовании дошкольников, то какие акценты будут, наверное, выходить на первый план в ходе этого мероприятия? Что будет больше всего? На что будем акцентировать внимание наше? Для дошкольников, поскольку не только формируется интеллект у ребенка, и он начинает осваивать этот мир через аудиовизуальные образы, в первую очередь, куда входят слова, изображения, звук, то и начинать нужно, наверное, с анализа в виде аудио-видеопродукции, то есть анимации. Анимации смотрят все. Но что мы смотрим? Какую анимацию мы смотрим? Как ее анализировать? Как детей натолкнуть на... научить не просто смотреть мультик, а видеть мультик и различать, что хорошо в мультике, что плохо, чтобы он рефлексировал, чтобы он оценивал. Когда ребенок начинает оценивать что-то, он чувствует, что он может это сделать. И в этот момент, в этом процессе и происходит формирование личности. Он может, он знает эти слова, он может думать, он может рассуждать. А планируются какие-то, предположим, там решения или рекомендации, предположим, в адрес средств массовой информации, с точки зрения того контента, который сегодня обществу предлагают, ну, будем говорить, большие телеканалы и вообще средства массовой информации, именно как негативно или позитивно влияет все это на детскую психику. Об этом же тоже много говорят сейчас, да? Да, об этом много говорят, но реальный мир тоже ведь многоплановый, там есть и хорошее, и плохое. Поэтому самое главное в медиаобразовании для, на дошкольном уровне, а может быть и старше, это научить и ребенка, и его родителей, воспитателей привить знания, что смотреть, что не смотреть, чтобы он сам для себя был цензором внутренним. Это я не буду смотреть. Ну, ведь педагогическая общественность тоже должна какое-то, поскольку это общественность, оказывать влияние на те структуры, которые определяют политики редакционные там и так далее. Ну и здесь нужно, естественно, двигаться, как скажем, в американском обществе, там четкое деление на программ. Это до такого возраста, это до такого возраста. И самое главное, там просто вводит соответственность родителей за детей. То есть это нужно ставить на первое место? Родители должны, наконец, научиться работать с самим, научиться видеть фильмы, анализировать их, отбирать, что хорошо, что плохо. Если смотреть какие-то анимации, то вместе с ребенком и по ходу рассказывать ему, что и как, чтобы они вместе росли. И второе, заключить с ребенком такое вот социальное соглашение о том, что ребенок обязуется смотреть вот эти вещи, вот это нет, а в ответ со стороны родителей вот это, вот это, там, игрушки или еще что-то. То есть как бы там ни было, мы все равно выходим на руководящую роль родителей, учителей, педагогов, взрослых, от которых все в первую очередь и зависит. Это, скорее всего, не руководящая роль, а направляющая. Спасибо большое, Сергей Аркадьевич, спасибо за комментарий.